друзья я вас приветствую тема сегодняшнего видео автомаппер я покажу что это за инструмент расскажу как его и где использовать будет некоторое количество слайдов в общем то чтобы понимали о чем речь и потом на практике покажу как его использовать и где использовать зачем использовать в общем я думаю что будет интересно ну а для того чтобы вы не пропустили новое видео напоминаю что лучше всего подписаться на канал поставить колокольчик и вам будет счастье и так переключаемся на первый слайд и начнем говорить про то что же такое автомаппер если перевести то определение которое дано автомапперу на сайте automaper.org то это прозвучит примерно следующим образом автомаппер это средство сопоставления одного объекта на другое сопоставление работает путем преобразования входного объекта одного типа на выходной объект другого типа мне кажется все понятно поехали дальше автомаппер значительно сокращает время на написание кода при копировании свойств одного объекта в другой когда например у вас есть модель пришедшая из базы данных и вам нужно показать на юа и ну например превратить во вью-модел причем трансформирование объекта модели во вью-модел может быть дополнительными точками масштабирования то есть управление системы но спорный момент заключается в том что в эти вот точки масштабирования нельзя включать элементы бизнес-логики противном случае ну вам будет это давайте честно до включать можно но вам будет трудно это отлаживать и при замене автомаппера на другой это будет трудно тестировать в общем это нежелательный момент но тем не менее это можно делать спорный именно в том что вам придется с этим как-то потом жить следующий вопрос где используется автомаппер и если говорить о том что мы копируем объект одного типа в объект другого типа это может быть в двух местах когда вы с юая переносите то есть наоборот из модели данных переносите на юай ну собственно говоря и обратно например там в юмоделы на создание в юмоделы на просмотр и эти данные триллюются из объекта модели данных во вью-моделы и второй вариант это когда вы есть у вас айпиай и этот айпиай трансформирует объекты в data transfer object ну то есть дтошки так называемые и в общем-то это второе место где можно использовать то есть на юай там для опроса пользователя и для для отображения пользователю или для создания модели также и для сервиса собственно сервисов которые являются и 5 как работает автомаппер автомаппер разделен буквально на две части есть автомаппер configuration и сам автомаппер так вот в первом на первом этапе использования автомаппера для начала требуется создать конфигурации это делается один раз и или собственно игра это профили сопоставления да и другими словами где как раз и описываются все настройки и правила трансформации одного типа объекта в другой а дальше собственно говоря можно использовать это можно использовать уже непосредственно вашем приложении просто вызвав какой-то метод который там называется map или project ну или их перегрузки и надо понимать что у маппера у автомаппера есть очень полезная штука которая позволяет проверить вашу конфигурацию на момент задания некоторых свойств или не задания некоторых свойств то есть автомаппер проверяет все ли у него в голове ну как сказать в голове да я кавычки показываю сложилась по части переноса одного типа данных в другой и может выдать полезную информацию о том что какое-то свойство не замапленное и нужно обратить на это внимание теоретически вот этот вот validation configuration валидацию можно не делать но в общем то в некоторых моментах это на самом деле очень полезно и так поговорим немножко про возможности которые дает конкретно автомаппер я выписал самые модные да нет наверное самые используемые и в общем то первое из них это конфигурация как экземпляр да то есть вот этот профиль так называемый для конкретного типа сопоставления с другим это отдельный файл который собственно говоря можно создать непосредственно конфигурации или закинуть dependency контейнер это на самом деле очень удобно если говорить конкретно про профили то они можно их собирать их и вручную запихивая конфигурацию можно через рефлексию и собственно говоря даже запихивать опять же в тот же самый контейнер сканирование assembly ну то есть сборки да тут позволяет делать авто конфигурируем то есть автомаппер сам найдет во все сборки которые вы предложите все возможные профили и запихнет их собственно игра в контейнер это тоже на самом деле удобно дальше есть фича которая называется naming convention по-русски это правило именования когда у вас в одном объекте свойство называется first name к млкс используется а допустим в другой в другом модели до который допустим пришел со стороны или наоборот должен уйти там как джейсон какой-то объект это может называться не ним не first name а допустим подчеркивание name да и вот это naming convention можно трансформировать название одного типа названия другого очень удобная штука достаточно часто используется ну и опять же подмена символов то есть допустим я думаю тут нечего объяснять да вы можете конкретные символы подменить например тире на подчеркивание или там какие-то большие буквы на маленькие ну в общем то вы меня понимаете я надеюсь в общем и в целом можно говорить еще о том что при передаче одного свой свойство одного объекта в свойство другого могут быть какие-то ред как они префиксы называется господи и пост фиксы да то есть допустим у вас какой-нибудь модель имеет там фрм да то есть форм что обозначает форма и какое-то название объекта то есть вот здесь вот автоматическое распознавание этих пост фиксов и префиксов это на самом деле тоже имеет место быть более того вы можете делать сопоставление полей и даже не полей а скрытых полей это в принципе тоже настраивается ну вот насчет скрытых я наверно соврал но то что интернал то есть внутренние поля их можно использовать дополнительно то есть по умолчанию эта настройка отключена вы можете и свойства и филды но смысле и поля задать что маппер будет их тоже маппить тоже на самом деле эта штука иногда бывает очень полезной но как я сказал нет про правит я не соврал то есть правит и интернал тоже можно конфигурировать это визабилити то есть видимость настройки настройка настройка свойств устанавливает визабилити и так дальше у нас следующий слайд они то еще здесь на самом деле тоже полезная штука называется компиляция конфигурации то есть что такое если вы конфигурируете большое количество маппингов то есть у вас там десятки или сотни объектов то в реал тайме переконфигулировать перекомпилировать вернее их ну будет наклада по ресурсам и поэтому есть такая штука называется компиляция конфигурации то есть я покажу опять же как это работает она говорит о том что вы сконфигурировали все окей это все отложилось как-то сложилась память от компилировалась и будет более быстро происходить маппинг в общем производительность там достаточно серьезная и так есть такая штука как проекция то есть вы можете манипулировать свойствами объекта выбирая разные названия с разных объектов то есть из сорсов в destination переносить не поле в поле а поле из другого поля то есть не связь не соответствующим названием этого объекта также существует такое понятие как вложенные сопоставления то есть если у вас базовые классы и у них есть маппинг вы делаете от него наследника то всего лишь что нужно это сделать сопоставление nested маппинг то есть вложенные также вам не потребуется делать сопоставление списков до или списочных типов ареев коллекшенов или там лист какого-то типа автомапер это распознает автоматически конструирование параметров это тоже на самом деле полезная штука когда вы создаете объект в процессе маппинга то в параметров конструктор вы можете передать кон конкретные данные которые создадут объект нужным вам инстансом и есть еще такое понятие как схлопывание или флетинг флетинг вернее называется прошу прощения за ошибку за оговорку это когда у вас сложный граф например у персона есть список адресов то есть это коллекции и вы можете развернуть эти вот коллекции в конкретный плоский объект ну в общем уплощение да это вот еще называется не упрощение ну да наверное уплощение тоже можно сказать и собственно игра работает и реверс маппинг и он флетинг это когда в обратную сторону то есть из плоского объекта можно собрать граф ну понятно что все там хорошо в миру но тем не менее это можно делать дальше можно делать конфигурирование при помощи атрибутов то есть не создавать какие-то конфигурации а просто раскидать атрибуты по файлам по вернее по классам по полям и этим самым создать конфигурации для маппинга тоже достаточно гибкая штука но надо сказать честно я достаточно редко и пользуюсь уже даже не помню когда после не раз но было итак у нас есть динамическое сопоставление это типы динамика expand object mapping у нас есть сопоставление обобщение это дженерики да когда у вас есть какой-то базовый класс внутри которого работают там дженерик какого-то конкретного типа чтобы не создавать маппинг вы создаете дженерик и автомаппер автоматически может создать вот эти вот обобщение дальше автомаппер достаточно хорошо и гибко работает с формами ну например с антики фреймворком или им хибер нет это так называемый курибал экстеншен когда вы прямо из базы берете объекты и делаете их projection в определенный view модел тоже на самом деле полезная штука более того в автомаппере существует если не устроит вас какие-то конвертеры то вы можете создать свой конвертер и это дополнительная точка масштабирования в этот конвертер это как отдельный класс его можно заинжектить то есть в него можно заинжектить нужные вам сервисы и хелперы я не знаю что там еще можно заинжектить чтобы сконвертировать один объект один тип на другой также есть так называемые резолверы это когда вы можете опять же не пользовательски если вас не доставляет не если вам не понравится то что уже существует в автомаппере можете создать свой собственный тип и резолвер тоже также является отдельным классом в который можно заинжектить нужные вам объекты для того чтобы решить как этот класс должен превращаться один в другой то есть или типы в том числе более того если говорить дальше то все вот эти вот маппинги они могут использовать условия да то есть вы можете маппить или не маппить какой-то конкретный объект на основании какого-то условия ну например если режим отображения там равен 0 то вообще ничего не маппать или замаппить какой-нибудь другие данные тоже очень на самом деле удобная штука также в автомаппере существует precondition я достаточно редко ими пользуюсь но тем не менее предусловие и есть тоже полезная штука когда вы даже то есть условие на предусловие на самом деле звучит не очень но тем не менее это тоже в автомаппере есть дальше я бы хотел сказать про null substitution это когда у вас какое-то свойство конкретно нул и вы вместо него чтобы маппер не падал автомаппер не падал вы можете сказать какие данные подставлять на нул полей то есть там можно игнорировать можно поставить конкретные значения в общем все описано в документации более глубоко можете прочитать именно там дальше есть такое понятие как конвертеры значения например вы маппите значение daytime на toString или toString на daytime в общем вы можете подставить свой собственный конвертер которым в котором определить какой тип на какой маппица если говорить про примитивные типы там in string daytime или incantinam ну кстати инам есть отдельная фишка у автомаппера там целая сборка подключается на маппинг инамов это кстати это просто кстати да вот то более сложные типы тоже можно использовать value converter и когда вы один можете объект типа переобразовать в другой тоже полезная штука в общем опять же гибкая вещь которая позволяет настраивать ваши сопоставления ваши маппинги очень гибко разные уровни трансформации это говорит о том что вы можете задать правила масштабе правила трансформации объекта или типа на уровне глобального то есть на уровне всего приложения то есть где-то наверху у самого автомаппера или на реализовать это на профиле или там в конкретной маппинге или даже на конкретный мембер да то есть на конкретные свойства конкретного типа настроить конкретный тип то есть конкретный тип информации и это на самом деле тоже очень гибко но и есть еще полезная штука которые делаются перед маппингом и после маппинга то есть существует три уровня то есть такой так называемый pipeline да перед тем как замапать объект можно сделать какие-то валидации или там подменить его или еще что-то сделать потом сделать маппинг в другой объект и после собственно грета маппинга проверить например удовлетворяет я не знаю как какие у вас будут сценарии использования этого поведения у автомаппера но тем не менее это тоже есть имейте ввиду этим можно пользоваться и так надо понимать что автомаппер это безусловно дополнительный слой обработки которые непосредственно добавляют ваш код вашу производительность какие-то миллисекунды или даже десятки миллисекунд или даже сотни миллисекунд в конце концов и все зависит от того какой размер вашего объекта то есть который вы маппите в один другой ну и какое их количество соответственно понятное дело что без использования маппинга в ручном режиме это будет самый быстрый и производительный способ то есть понятное дело что автомаппер замедляет вашу систему ну опять же замедляет нужно смотреть на количество миллисекунд которые вы потратите все конечно в этом мире относительно с другой стороны автомаппер дает дополнительные возможности и нужно умело пользоваться вот этим вот самым преимуществом которые он дает теоретически если вы не использовать то это будет во много раз быстрее но скорость разработки при этом соответственно уменьшится количество на выявление ошибок тоже увеличится представьте у вас 135 копирование одного объекта в другое и какие-то из них дублируются ну в общем или автомаппер это сделать в одном месте и изменение какое-то потребуется сделать в одном соответственно этом месте а если вам ручной режим потребует внести изменения в одном месте маппинга то это нужно будет право сделать во всех местах в общем есть плюсы есть минусы надо с этим как-то в общем-то жить ну и для примера если говорить про ручной и при помощи маппера вот такой у меня person view model вручную это когда к свойства одного объекта копируется в свойства другого здесь есть какой-то person объект его данные переносится в person view model если использовать автомаппер то это выглядит примерно таким образом но и для производительности я сделал небольшие benchmark ну то есть замеры и результаты собственно говоря у вас на экране использование почти в пять раз использование автомаппера почти в пять раз замедляет вашу систему ну опять же обратите внимание что это не миллисекунды а наносекунды то есть это очень очень мало если учесть что плюсы все-таки непосредственно есть и они достаточно большие что же дает автомаппер то есть какие плюсы и вообще где его нужно использовать и как я бы вам сказал что делаю я а вы решите как делать вам итак я использую автомаппер в сложных сопоставлениях сложных маппингах когда например методы create или апдейт требует сопоставления каких-то больших моделов или каких-то графов целых то есть непосредственных там объектов в базу данных и вот автомаппер здесь то есть не так часто я делаю create не так часто я делаю апдейт поэтому собственно говоря можно один раз потерпеть там нескольких лишних миллисекунд или даже десятков миллисекунд собственно которые в общем-то дают плюсы вот это вот валидация вот эти вот масштабируемость и я этим пользуюсь и это на самом деле удобно также я использую автомаппер когда клонирую один объект другой тоже достаточно редко это в процессе разработки в процессе написания программы это приходится делать но тем не менее автомаппер это делает исключительно хорошо и особенно нравится управляемость вот этого клонирования я это использую на ура я не использую автомаппер когда делаю рит операции когда например пользователь смотрит объекты или пачку объектов или один век там проще один раз написать вручную сопоставление то есть не использовать автомаппер но хотя кстати и операции просмотра бывает разный бывает там посмотреть огроменный отчет который нужен там раз в неделю и автомаппер в таком месте тоже поможет ну а когда часто используется автомаппер на чтение простых операций ну там это мне кажется неуместно опять же вы решать вам ну еще надо понимать что если create и апдейт будет достаточно медленный то есть и такие варианты у меня были я просто перехожу на ручной режим сопоставления и вот эти вот процессе оптимизирую или каким-то образом делают другие трансформации или специализированные объекты в общем все тут сугубо индивидуально надо смотреть на то что вы готовы пойти теперь говорить про альтернативы будем и я скажу что я честно использовал экспресс маппер какое-то определенное время как вы видите альтернатив на самом деле достаточно много и если говорить про первый то он немножко заброшен но на мой взгляд он был очень хорошей штукой очень удобный на самом деле он были простой там было все построено лямбда выражениях но он заброшен уже там 8 или 9 лет поэтому он есть он работает но он не очень сильно развивается если говорить про мапстер но на самом деле я бы выделил его отдельным мапстер это совершенно недавно появился по сравнению конечно с автомаппером маппер маппер с автомаппер господи поехали дальше мапстер достаточно свежий проект и он использует все фишечки си шарпа которые есть появились последнее время там есть такое понятие как source генератор то есть мапстер очень умная система в том смысле что она уже работает немножко быстрее ну как немножко тоже относительно немножко быстрее чем автомаппер при стандартных настройках но если его использовать ну умело то можно настроить чтобы этот мапстер создавал при помощи source генератора ваши мапы которые будут работать на уровне ручном а что о чем я говорю я говорю о том что мапы которые вы создаете в автомаппере то есть вот эти сопоставления они компилируются и работают через рефлексию мапстер при глубокой настройке может сконфигурировать на этапе компиляции то есть на этапе сборки ваше приложение таким образом что он создаст эти самые мапы ручные автоматически и на старте у вас будет ручное копирование с производительностью как вы понимаете в разы больше то есть мапстер почему я на него не перешел честно скажу что я очень хотел но у меня много проектов на автомапере поэтому я достаточно хорошо его изучил но пока не могу на него перейти возможно в будущем на него перейду просто обратите на это внимание и так маппер генератор скажу честно я с ним работал очень очень мало буквально там пару-тройку проектов особых отличительных особых отличительных особенностей прошу прощения за каламбур я в нем не заметил то есть так или иначе и джиль маппер и маппер генератор они работают в общем как и все они работают по одному и тому же принципу но где-то есть плюсы где-то минусы по скорости там меньше может начать быстрее работает больше может медленнее работает автомапер из тех которые но может очень много но работает немножко медленнее чем все остальные опять же на ваш вкус и цвет выбирайте тот который вам нравится обратите внимание на мапстер на демонстрации я хочу показать как модели конкретные модели трансформировать во вью модулы я специальные классы создал специальный хелпер и так переключаемся будем будем писать код так добро пожаловать на мой рабочий стол давайте покажу что у меня есть и у меня есть некоторое количество моделей адрес менеджер person pets давайте покажу как они между собой завязаны и это сделать тоже очень просто благодаря решарпером эти вот так вот прям чтобы видно было у меня есть персон у которого могут быть пачка животных домашних и несколько адресов и менеджер наследуется от персона потому что потому что вот так и давайте сейчас покажу еще сам person тут есть некоторое количество полей как я сказал есть и животные есть адреса есть также менеджер который наследуется от него и теперь давайте покажу что у меня есть из you model у меня есть you model непосредственно давайте по порядку пойдем есть адрес you model я здесь перечислил все адрес все эти все же свойства адреса которые в модели находится также есть у меня еще адрес уйт персона где еще есть данные про пользователя то есть и так называемый схлопывание да флотеринг флотинг то есть когда мы уплощаем то и делаем плоский объект есть менеджер который view model наследник от персона view model и также есть person detail где мы будем делать person detail уже с графом адресов а также есть сам person view model здесь у нас есть только подсчет количество адресов и подсчет количество животных домашних есть у нас person с модулом в смысле с адресом то есть здесь уже обратная связь person view model здесь мы добавляем специальный адрес то есть в обратную сторону развязываем объект и также есть животные view model для животного где есть название и описание и животные с person то есть данные для этого view model добавляется то есть количество этих view model она собственно говоря стремится в бесконечности и вам если они нужны на разных формах разные по-разному заполненные просто их можно стряпать и соответственно количество моделей у нас не меняется потому что можно одну и ту же модель с разными вариантами передать в view model или в dto объект например чтобы вам было на самом деле удобно программировать потому что здесь можно заложить еще и информацию о доступности ну так сказать по доступ по ролям одному пользователю больше полей другому пользователю с другими ролями соответственно меньше полей показывать в общем это все вот вот таким вот образом у меня пока сделано есть набор view model и есть есть набор view model и набор моделей также сделал несколько хелперов которые в общем-то по большому счету ничего не делают кроме как как вы видите наполняет какими-то данными возвращают список но в данном варианте давайте вот так вот сделаем вот красиво чтобы было то есть у меня есть список адресов у меня есть небольшой список животных и здесь я создаю персона где беру этот список адресов список животных и где-то тут еще вот менеджер есть здесь то же самое только еще добавляется позицию в общем и в целом это начало с чего мы начнем ну помимо этого давайте я вам еще покажу что у меня есть класс аппликейшн в котором есть шоу шоу welcome message здесь мы будем добавлять собственно маппер и здесь у меня есть печать если у меня сюда приходит объект типа стринг я просто вывожу строку а если объект типа объект то соответственно я вас реализую и вывожу заголовок разным цветом давайте я покажу как это работает вот мы запускаем файл в смысле проект и здесь видим вот это как раз тот самый welcome message вот этот вот это класс person и в общем здесь его полная структура выводится также собственно говоря как адреса и в общем полный граф как-то работает давайте покажу вот здесь мы выводим welcome message мы делаем маппер мы получаем персон из списка наших персонов и выводим его на печать теперь теперь давайте в общем то начнем писать код итак первым делом нужно установить непосредственно сам nugget пакет в котором лежит автомаппер автомаппер вот он и надо сказать что есть пакет автомаппер как бы базовый и есть надстройка добавка extension если хотите для esp.net core но мы его сегодня не будем использовать наверное наверное нет не будем и нажму install пакет установлен и соответственно вот в этом месте мы сейчас создадим тот сам автомаппер который нам нужно но надо сказать что нам потребуется две части от автомаппера ну давайте не давайте сделаем одну и я ее сделаю таким образом я напишу public static это будет ай маппер и я вот так и назову маппер ну пусть он будет у нас открытым и этот маппер у меня может быть ну ну хотя нет давайте сделаем его не нужен не можно невозможным быть ну потому что мы его всегда будем создавать здесь я скажу что у меня маппер равен нет не так давайте для начала сделаем вар маппер конфигурэйшн конфигурэйшн сюда мы будем добавлять и здесь маппер как маппер конфигурэйшн create маппер но перед этим сделаем маппер конфигурэйшн а сорт конфигурэйшн вэлд ну что конфигурация валидно это вот поэтому мы просто будем каждый раз при создании маппера проверять нашу конфигурацию а конфигурацию мы будем делать давайте покажу тоже два варианта ну во первых я могу добавить сюда лямду и сказать что у меня вот в этом месте можно прямо настраивать мапы например create map или как вы видели где-то тут add map то есть добавить мапы из сборки и в общем несколько вариантов регистрации я же буду использовать профайл вот и ну наверное чтобы вам было нагляднее хотя обычно я использую добавление через рефлексию в том числе для sp.net который в общем-то в экстеншене это зашито и так я добавлю сюда первый профайл который называется профайл давайте будем использовать naming convention который обычно использует person mapper configuration зачем я это делаю для того чтобы я можно было искать по проекту очень быстро но naming convention никогда никому не помешал то есть я пишу mapper configuration в поиске вот таким вот образом и мне обычно показывается список всех маппингов которые я могу быстренько перепрыгнуть и я покажу и возможно даже буду этим пользоваться давайте создам папку которая называется profiles на самом деле автомат рекомендует использовать регистрацию сопоставление через профили но неважно вот у нас есть профили и сюда я добавлю файл который назвал вот таким вот образом person конфи даже неправильно configuration давайте переименуем его и я сделаю что он наследник от профиля который любезно предоставил маппер и вот таким вот образом я его создам здесь у меня теперь есть конфигурация здесь меня будет создаваться конфигурация для персона то есть для все возможные маппингов этого объекта в другие view модел и мне нужно проверить вот здесь у меня ошибка я опечатался configuration да хочу добавить в общем вот таким образом я создал конфигурацию давайте для начала я во первых как создается конфигурация создается конструктор в нем пишется create map и что мы будем маппать мы будем маппать объект типа person на объекте по person view model вот таким вот образом если учесть что у меня есть поля свойства и вернее которые мне нужны из персона перенести соответственно в person view model обратите внимание что у меня вот эти поля не совпадают и сейчас мы проверим как работает конфигурирование я запущу проект и вот в этом месте у меня должно будет выдаться исключение потому что не все поля замаплены давайте создать запустим проверим что это действительно так да действительно автомаппер сказал что у меня при маппинге вот так вот персона на person view model есть вот эти два поля они не замаплены с ними нужно что-то сделать ну это нормально это классно и давайте переключимся вот таким вот образом я скажу вот остальное все по закрываю чтобы она не мешалась нам и теперь вот в этой конфигурации мне нужно сказать что свойства конкретное свойство которое называется total addresses я хочу чтобы она у меня бралось map from или давайте сначала вообще ничего не будем делать мы сделаем чтобы она игнорировалась и вот таким же образом я скопирую для второго свойства и здесь напишу то толпать вот такой вариант и теперь запущу еще раз как вы видите теперь ошибки нету но я еще пока ничего не смотрел давайте сделаем непосредственный mapping нам нужно получить вар model это будет у нас смотрите у меня в аппп приложение есть макер я к нему вот сейчас буду обращаться я скажу что мне нужно в аппп макер сделать mapping и здесь должен указать в какой тип я хочу сделать макинг здесь у меня персон и моду я здесь сказать что я хочу смотреть и теперь ну давайте сюда уже вы видим не тёрсон а моду я запускаю и как видите у меня уже дисперсон и моду и так как мы поставили игнорировать это значение им по умолчанию 0 сюда задали значение 0 а теперь давайте сделаем немножко по-другому и я хочу сказать откуда во взять значение для данного свойства я могу вот таким вот образом взять персон то есть пм и здесь у меня что это адрес если могу взять адрес из и я могу сказать каунт так но она подчеркивает что мне адресы могут быть пустыми но давайте сделаем что они у меня всегда есть и таким же образом я хочу сделать map from тут у нас тоже будет п но другой тип другое название для лямбды чтобы не каунт чтобы не повторялась с другими здесь также она может быть ну и теперь запустим еще раз смотрите у меня уже total показывает адреса 2 и total pets 2 что собственно говоря действительно именно так я напомню у меня pets 2 и адресов 2 а теперь я хочу сделать использовать все возможности собственно грям маппера автомаппера и я не хочу явно задавать вот эти свойства то есть теоретически смотрите я могу отсюда убрать вот эти маппинги вообще но обратите внимание что у меня в перс они есть адрес из и pets а к ним я обращаюсь через . каунт вот есть ли быть до конца честным вот адрес из . каунт пэдс . каунт то есть есть ли я вот эти вот название поменяю напишу каунт и здесь напишу вместо total каунт то есть пэдс . каунт то вот этот маппинге я могу удалить запустить приложение ну и как вы видите она автоматом автомаппер достаточно умная система сам нашел вот эти сопоставления и определил что их два собственно говоря вы можете делать несколько вложений то есть ходить через . там персон . к пэдс . нейм да и автомаппер найдет эти сопоставления автоматически то есть если точку убрать и назвать свойства именно таким образом маппер умеет это распознавать это мне кажется круто и так оставим тогда так как есть и если говорить про первую часть маппинга персона то мы ее как бы уже сделали давайте посмотрим какие у нас еще есть маппинги так следующее будет у нас person detail viewmodel то есть это более детальной информации по персона здесь есть адресы и они и реальные списки но здесь вместо конкретного адреса также используется viewmodel и я хочу показать следующее смотрите у меня сейчас не задан маппинг адрес viewmodel на адрес то есть есть сущность где-то тут вот адрес есть viewmodel адрес viewmodel и я сейчас буду делать таким образом и заодно проверим как это собственная игра сработать но во первых мне нужно написать давайте пока ничего не будем писать я преследую цель чтобы вы понимали что чего и где зависит я сейчас прямо ровно напишу что мне нужен ну давайте пока закомментируем и скажем что модул теперь у нас будет братцы с об . матпер мы возьмем мап и скажем что нам теперь уже нужен person detail viewmodel и естественно брать мы будем тоже из персона чтобы не нарушать отчетности так сказать давайте запустим и проверим что он нам покажет мапа у нас не было и автомаппер соответственно очень подробно написал что при так сказать при маппинге персона в person detail viewmodel не найден где-то тут прям будет написано не найдено а вот собственно говоря не найден маппинг для маппинга персона ну то есть я считаю что это достоинство когда автомаппер или когда объект или сборка или extension говорит о том что ему собственно говоря не хватает для того чтобы заработать это круто давайте теперь перейдем маппинг configuration и создадим тот самый create map и соответственно ну я не так делаю я вот так делаю бац и здесь просто дописывают detail теперь у меня маппинг есть давайте запустим и проверим что сейчас не хватает этому мапперу и так он говорит что мапп есть но у нас есть без дэйт который в общем-то непонятно что с ним делать он не может его замаппить и сейчас так давайте посмотрим что не хватает у нас есть person называется date time build date давайте скопируем на всякий случай но я точно знаю что там не совпадает имя а не совпадает тип смотрите date only тут на самом деле тоже нужно понимать что если вам нужно трансформировать один тип в другой то соответственно вам нужно сделать конвертер давайте попробуем этот конвертер сделать давайте я вам покажу как я обычно делаю вы возьмете или не возьмете это себе на вооружение итак я выбираю какое конкретно свойство бац дэйт мне нужно сконвертировать и я буду использовать using convert using то есть использовать определенную модель я назову дэйт тайм ту дэйт он ли конвертер конвертер и здесь давайте я создам этот класс а теперь мне нужно сказать что я буду конкретно маппить то есть что во что я хочу получить дэйт он ли нет я хочу указать дэйт тайм сам дэйт тайм и здесь я указал что у меня конкретно будет маппица то есть я для свойства без дэйт который является дэйт тайм буду конвертить в дэйт тайм он ли то есть у меня в этом конвертере как вы видите появились кон вектор нифига себе это это назвал давайте переименую вот к чему приводит спешка клон вектор вот так и собственно говоря как вы видите мне нужно и дэйт тайм ой дэйт тайм который приходится от своему вернуть дэйт а но тут вообще-то все просто рептурн дэй он ли парс давайте так from дэйт тайм который называется source member собственно говоря можно уже запустить и проверить что это сработает и это сейчас будет работать то есть это свойство сработало вот на самом деле видно что теперь запрашивается другой собственно говоря как он мембер или другое свойство и оно неправильно давайте заглянем в detail посмотрим адрес с непонятно что с ним делать адресе модел да собственно говоря получается что у нас нет маппинга адреса на адрес в моду ну в общем то давайте его создадим теоретически было бы неплохо создать новый профайл для того чтобы сущности внутри себя внутри файла собирали все то что связано вокруг них поэтому напишу адрес маппер конфигурацию точка си шарп и это мне будет тоже про файл нет это будет про файл и надо теперь его добавить обязательно в конфигурацию это будет вот нет это будет а папа давайте мы идем и папы вот она вот здесь адрес ну и теперь в общем то можно перейти так это тоже закроем можно перейти в этот адрес configuration и создать как раз мапы теоретически мне здесь нужен контроллер в котором будет create map адрес 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 view модуль нет что-то я не дописал одну буковку не хватило вот таким вот образом и давайте запустим еще раз всю эту штуку теперь у нас сломались пец ну давайте создадим еще один профайл профайл давайте я сделаю вот так вот control c control vm здесь зайдем и напишем что это у нас теперь pets pets pet mapper configuration это у нас конструктор и здесь напишем pet 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 view model и конечно же переменим его чтобы было красиво теперь также вы нужно зарегистрировать вот здесь и надо понимать что здесь это все регистрируется вручную через рефлексии это все делать автоматом этих опции уже не придется делать потому что все соберет программа сама при старте но тут вам нужно просто выбирать что лучше что хуже таким образом получается что нам можно уже запустить приложение посмотреть что у нас еще не хватает и здесь мы видим что у нас instances are not supported но здесь уже вопрос сериализации и десерилизации скорее всего это уже лежит вот здесь то есть вот этот конвертер не может сериализатор новый не может вот этот вот data-monly сконфигурировать я за кадром создал конвертер для этого сериализатора и собственно говоря здесь вот если кратко да я подставляю формат который в общем-то наш российский и конвертирую на чтение в одну сторону и на запись в обратную сторону и далее этот самый конвертер подключая конфигурации вот этого самого сериализатора то есть к опшенам и в сервизе отдает это самый конфиг и собственно игра если запустить теперь все работает это я сделал чтобы ваше время сэкономить что здесь про что здесь на самом деле видно что у нас уже person detail view model также содержит те же самые где они тут написаны адреса и также содержит это то есть все полностью передалось никаких ошибочков ошибочков ошибок нету итак давайте посмотрим что у нас уже есть мы сделали person view model detail view model давайте я вот таким вот образом закомментируем и следующее мы будем смотреть на ну адрес юмодал теоретически мы уже сделали там ничего сложного адрес напрямую трансформируется в адрес юмодал мы это пропустим адрес в person давайте откроем вот эту штуку и посмотрим как можно сделать вот это вот преобразование давайте я запущу посмотрим что у нас получится ну естественно у нас получилась ошибка и она говорит о том что у нас этого маппинга вообще в принципе нет давайте этот маппинг создадим и это у нас будет person mapper configuration мы добавим сюда новый маппинг ну я делаю таким вот образом давайте их разделим немножко и здесь напишем вид вот так вот давайте запустим еще раз проверим что на этот раз нам скажет автомаппер да есть ошибки и теперь он явно говорит что у нас некоторые свойства которые собственно относятся к адресу их в этой модели нету поэтому вернее они есть но на другом уровне то есть внутри адреса и надо понимать что у нас там внутри много адресов и в общем то нужно сделать какой-то выбор какого-то одного адреса который собственно говоря будет проецироваться на уровень выше в view модель который называется person view model with address что для этого нужно сделать ну во первых смотрите у нас есть адрес helper здесь у нас есть дефолтный адрес который по умолчанию ведет в гвадилупинск и это основной адрес и второй адрес у нас не основной то есть теоретически нужно сделать маппинг не просто так а с использованием какой-то логики опять же это не бизнес логика еще раз повторюсь это очень важно если вы бизнес логику будете зашивать во внутрь маппера это вам вылезет боком это будет потом неприятно тестировать и неприятно дебажить у меня здесь бизнес логики никакой нет поэтому я говорю что мне для свойства ну смотрите здесь уже более сложная ситуация мне по каждому свойству делать конвертер как бы не особо нужно но я могу сделать вот такую штуку convert using непосредственно на весь маппинг то есть одним словом здесь это было на конкретное свойство вот на это дело convert using а здесь я могу сделать на конкретный мапп то есть у меня уже здесь будет непосредственно непосредственно person with нет with адрес кон converter я нажимаю alt enter у меня появляется класс теперь говорю что мне нужно сделать type converter и теперь говорю что мне этот type converter нужно имплементировать собственно здесь уже смотрите здесь у нас был value converter который использовался вот здесь а теперь у меня будет уже type converter то есть от конкретного value я перешел конвертируем непосредственно типов у меня на входе person на выходе person viewmodel и вот здесь у меня уже получается я могу вручную задать что на что я копирую что на что я собственно говоря перевожу и в общем то теоретически здесь внутри вот этого конвертера можно использовать собственно говоря даже тот же самый маппинг я сейчас этого делать не буду но я просто покажу смотрите здесь вот в контексте есть маппер то есть вы можете к этому мапперу обратиться чтобы допустим сделать маппинг ну вот допустим так вот war person допустим мне нужно не person я могу сказать person viewmodel отдать сюда source и у меня на выходе соответственно здесь будет person viewmodel какими-то дополнительными свойствами накидать или я могу написать вот это конкретно в том в маппинге указать какие-нибудь игноры и здесь эти игноры заполнить то есть на самом деле гибкая очень система этим нужно просто уметь пользоваться поэтому я здесь не буду снова использовать маппинг я здесь делаю непосредственно ручное так сказать ручной режим маппинга то есть я скажу что мне new так стоп new у меня уже есть destination давайте просто его поля заполним и в общем то я должен этот destination потом давайте сразу напишу return destination а здесь собственно мне нужно наполнить но для начала мне нужно определиться какой мне будет адрес какой я буду адрес маппить и я так вот напишу адрес равен source в нет адрес с давайте single or default мы выберем только тот в котором который по дефолту стоит но я пока до данном варианте поставлю что адрес у меня всегда не ну вы потом сделайте проверку и я проверю что есть ли адрес у меня в этом списке где он по умолчанию ну давайте сделаем из нот ну вот таким вот образом или нет давайте сделаем из ну тогда сделаем рикторный 10 дейшим то есть что пришло то и ушло ничего не делаем я к тому что здесь из дефолтных ну то есть адресов которые по умолчанию ставят true мы их может быть много и сингл тогда не сработает давайте сделаем first or default и это как бы некоторое количество ошибок уберет ну а здесь мне нужно только есть на что сделать без дэйт это у меня source давайте вот так вот напишем давайте я нажму паузу сделаю а потом просто прокомментирую код а то видео длинным получается вот собственно говоря я сделал вручную тут маппинг я взял половина свойств из персона половина свойств из адреса причем из адреса который был первым давайте запустим что это теперь работает так у нас еще не работает объект референс или я не запустил давайте проверим нет не работает и в данном варианте что у нас person конвиграция 29 давайте здесь проверим соус давайте с брякой проверим дэйтайм source в 10 а у нас destination ну ну тогда понятно да конечно так так глупо бывает странно что он сюда конечно пришел ну ну ладно мы скажем что у нас destination равен you you person model with адрес да вот так вот ну и решатель подсказывать использовать object и не и не шалайзер вот таким вот образом теперь делаем уже во первых стоп и запускаем заново ну как вы видите маппинг произошел у нас есть пользователь и адрес его по молчанию завернут уже на верхний уровень давайте возьмем теперь следующий в моду так все по закрывал вот так вот короче откроем программ так это я тогда закомментирую скопирую открою и сюда вставим другой в моду ну пусть это будет но друзья на самом деле как вы понимаете адрес with person работать по такому же принципу и я с вашего позволения его скипнула ну смысле пропущу давайте возьмем следующий менеджер viewmodel смотрите на самом деле у нас есть person viewmodel и менеджер viewmodel от него наследник этого вставлю сюда и мы запустим сейчас приложение мы узнаем что у нас опять же ничего не работает да собственно говоря так оно и есть нам нужно создать этот самый маппинг давайте я сделаю это в этом классе конвертер мы опустим здесь делаем снова create map данном варианте мы будем ну вообще наверно это не совсем честно я вас не буду обманывать давайте сделаем manager manager mapper configuration configuration . c sharp я вот так же сделает про двоеточие профайл вот так вот упс так вот здесь уберем и в . апп добавим сюда еще один и назовем его он менеджер или манагер в русском такими словами давайте его закроем и теперь я здесь создам конструктор скажу что у меня есть create map я хочу манагер смотреть с манагер менеджер viewmodel давайте запустим и проверим чего нам сейчас не хватит нам не хватает ничего что собственно говоря это говорит о нем это говорит о том что person viewmodel у нас не может быть замаплин не так давайте правильно скажу собственно говоря здесь автомат говорит что он менеджер viewmodel не может его наложить его маппинг на person viewmodel давайте ему поможем это сделать и собственно делается это следующим образом include base это значит person include base это значит person viewmodel и в общем то как вы понимаете так как они наследники они в общем то должны работать но почему-то не работает давайте еще раз посмотрим enable to cast object к концу или person viewmodel to скорее всего да смотрите я тогда person оставлю person а здесь делаю менеджер менеджер helper create manager get first вот так вот и теперь сюда дадим же менеджер запустим ну и как вы видите все сработало у нас в этом маппинге получилось что от менеджера у нас есть только position остальное все от персона но и как вы видите у нас в маппинге соответственно менеджер остался менеджером а персона мы взяли как базовую в общем вот так вот работает это пользуйтесь есть вдруг вам это необходимо так давайте все позакрываем это ставлю close by this и мы перейдем к следующему в модулу которую нас person detail мы сделали person viewmodel сделали person viewmodel сделал pets оставлю но если учесть что мы уже вы сделали тут по большому счету маппить нечего теперь давайте посмотрим pets with person да от обратного то есть когда у нас как был адрес наоборот давайте для pets все таки сделаем обратную чтобы все чтобы было все правильно так менеджером нам не нужен нам нужен person это мы блокируем открываем этот и говорим что у нас теперь здесь будет pets with model отлично запустим приложение и естественно у нас такой мапа нету нужно его создать мы идем в pets маппер и говорим что у нас новый мап который pets with person viewmodel запускаем еще раз соответственно нам теперь автомаппер говорит какие свойства у нас непонятно откуда выбрать и давайте мы эти свойства здесь добавим собственно говоря можно сделать смотрите у нас у pets у пета вернее информации о пользователя нету то есть когда мы будем маппить pet давайте прямо так скажем тут у нас есть person а нам здесь нужно да я конечно же сделал не совсем правильно давайте вот здесь напишем что такое вот здесь напишем pet и нам нужно это на самом деле немножко более сложный вариант но тем не менее давайте его сделаем get pets first мы должны узнать у какого пользователя есть собственно говоря такое животное в данном варианте у нас нет информации с привязкой к пользователю теоретически этот класс нужно расширить и я видимо прошлепал когда создавал эти классы давайте создадим то property который называется person нет давайте назовем good и назовем его person айди вот теперь у нас есть связка и соответственно так у нас где-то есть персон и давайте их найдем вот он person helper вот его айдишник я скопирую чтобы нам этих персонов найти теперь person helper здесь мне придется повернуть вот сюда сказать var person айди равно у нас тоже самый идентификатор этому дарим и соответственно мы теперь точно знаем что у нас и туда что у нас персон айди равен персон айдиш соответственно control д и сюда и сюда и таким образом мы знаем теперь как вытащить персон айди из персонов и так делаем маткин где у нас вот теперь мы здесь отставляем сюда 5 и у нас у пэта теперь есть персон айди давайте запустим и проверим что это не работает ну потому что собственно ничего не поменялось нам нужно найти владельца давайте переключимся в mapper configuration так я все позакрываю вот mapper configuration у нас что нам собственно игра нужно сделать нам нужно опять же применить convert using либо либо на самом деле ну наверное еще одну штуку хочу вам показать смотрите теоретически теоретически давайте все-таки покажу я думаю что это будет полезная штука я знаю что у меня персон айди вот этот вот вар нет так вот вар персон персон айди равен вот такой вот идентификатор смотрите я когда маплю непосредственно 5 то я могу вот в этот вот ну давайте я вот так вот покажу смотрите я когда маплю я могу сделать резолвер да допустим конверт юзин какой-нибудь пэд бэд бэд бэр сан резолвер если его создан быстренько вот таким вот образом и теперь имплементируем смотрите я на самом деле вы здесь у вот этого питомца я не знаю этот идентификатор то есть теоретически мне нужно вернуть return destination для начала вар destination нет destination равен you так вот сделаем по-быстрому и смотрите здесь у меня есть айди но это соответственно source айди дальше все снег нет пока просто не им это source . ней то есть запятая дальше у нас есть description это соответственно source description а дальше начинаются интересные у меня есть все с ней новостным и мне нужно допустим где-то его получить ну теоретически это может быть какой-нибудь депутатин джекшн я могу сюда вкинуть какой-нибудь персон сервис или персон репозиторий но у меня допустим вар персанс на тверкер сам равно один персан хелпер вот он он и здесь есть персоны я могу взять в м ну допустим него честу дефолт вот где мне нужно прокинуть сюда идентификатор то есть айди равно да так вот персон айди и этот персон айди и теоретически мне взять негде но тем не менее я могу получить вар персан айди равен контекст айтонс нет айтонс и здесь могу обратиться по ключу каком-нибудь ну например кузе персон айди айди и ну допустим это будет у нас тур стринг но во первых он может быть ну да нужно проверить что они ну но давайте тогда напишем правильно и есть не персан айди из нот ну тогда давайте перс найди персан стринка иди вот так вот я напишу него нужно преобразовать будет стринка иди тогда давайте так вот губит персан нет с нами к боку персан айди вот так не скажем что теперь персан айди они нет просто персан айди равен губит по нет парс персан стринка и стринг конечно же и соответственно вот так вот так собственно говоря получается что мне здесь теперь этот персан айди он меня персан этот персан губит этот тоже губит а ну конечно же тут что-то я промахнулся с одной буковкой вот то есть я ищу только тот наибол ту 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 где все пост персанимами бифа а но здесь у меня не цилизирован давайте мы сделаем ну ну вот таким образом получается что я могу получить этого идентификатор то я могу идентификатор прокинуть в контекст маппера выдернуть его потом преобразовать и отдать выборку для из списка и вот этот персан теперь у меня будет заполнять все остальные нехватающие данные персан . честные классные и соответственно персан middle name ну вот может быть немножко сумбурно получилось но тем не менее это работает я хочу еще показать теперь как это заполняется то есть я могу теперь при маппинге сказать что у меня этот вот маппер вот сюда вот , то есть отдать тот самый object то есть непосредственно те настройки которые нужно как раз ну вот так короче напишу мне проще написать и показать options . item и здесь я хочу сказать person id равен ну давайте где там person id ой я тут с большой буквы написал давайте с маленькой и здесь напишем person id то есть я в процесс маппинга в контекст пропихиваю дополнительную информацию давайте я прям бряку нажму и мы увидим что это работает итак запустим с дебагом посмотрите у нас есть person id е64 я отдаю его в маппинг нажимаю у меня приходит в процесс резолвинга нажимаю в 10 вот он мой пришел person string id вот он за распарсился и превратился в гуид и вот я нашел среди персонов ну понятно он там один но тем не менее я его нашел вот он мой персон и теперь этот персон я замаппил и отдал и на выходе у меня получилось то что собственно говоря получилось но вот такой вот вариант маппинга да то есть сопоставления друзья на этом наверно все ваши комментарии замечания пожелания пишите собственно говоря в комментарии можете писать на блоге можете воспользоваться нашим телеграм-каналом и в общем то ну что все наверно пишите правильный код видео Субтитры сделал DimaTorzok